В сентябре текущего года состоится очередное заседание Совета по судебной реформе. Об этом стало известно сегодня во время рабочего совещания по вопросам реализации судебно-правовой реформы в стране, которое провел президент Сорунбайджин Беков. В совещании приняли участие председатель Верховного суда Гульбара Калиева, первый вице-премьер-министр Алмазбек Баттербеков, генеральный прокурор Откурбек Джамшитов, руководители госорганов и члены экспертной рабочей группы по мониторингу мероприятий судебно-правовой реформы. Глава государства отметил, что несмотря на пандемию коронавируса, реализация всех мероприятий должна проводиться своевременно и должна быть завершена в срок. Подробности далее. Сегодня президент Сорунбайджин Беков ознакомился с ходом реализации судебно-правовой реформы. На рабочем совещании глава государства подчеркнул, что несмотря на пандемию коронавируса, все запланированные мероприятия должны проводиться своевременно. Реформа обязана завершиться в срок. Сейчас, когда в стране идет борьба с коррупцией, и мы видим, что есть запрос в обществе на справедливость, то, безусловно, судебная система играет с основным центром. Если люди, обращаясь в суды, получают справедливое, объективное и, самое главное, по закону решение, то, конечно же, чувство справедливости остается, и люди верят и в государственные институты, и верят в законность и порядок. На цифровизацию судебной системы глава государства обращает особое внимание. Аудио и видеофиксация во всех залах заседаний является важным антикоррупционным инструментом. Как отмечают сами служители Фемиды, снижается количество нарушений во время процесса и обеспечивается полнота составления протоколов. Судопроизводство становится удобным для простых граждан. Были установлены в 86 судах, точнее, в судебных залах и в 21 суде. Предполагается, что в ближайшее время еще доукомплектовать 77 залов, где-то в 25 судах, в том числе еще дополнительно в трех судебных залах Верховного суда. На сегодняшний день в судах первой и второй инстанции работает автоматизированная информационная система АИС. Теперь все поступающие в суд дела распределяются среди судей автоматически, без влияния человеческого фактора. Как рассказывает судья Верховного суда Кенежбек Токтом Амбетов, благодаря автоматизации процессов повышается и доступность гражданского общества конкретным судебным актам. Сейчас внедрен в судах интернет-портал, называется АКТ СОД Кейджи, 3W АКТ СОД Кейджи. И на этом портале публикуются все судебные акты, принятые судами всех инстанций. Уже сформирована первичная электронная база судебных данных, и к которым любой гражданин имеет доступ. Ему надо зайти на этот сайт, где публикуются судебные акты, и он может прочитать этот судебный акт. На совещании глава государства поручил ускорить реализацию АИС Единый реестр преступлений и проступков в части судебного и судебно-исполнительного блоков и пробации. Сорун Байдженбеков подчеркнул, что ЕРПП – это ключевой элемент всей реформы, от которой зависит ее эффективность. На низкий уровень доверия граждан к правоохранительной и судебной системам влияли факты фальсификации статистики по преступности. По словам главы государства, подобные действия нарушают права человека и увеличивают коррупцию. Полноценное внедрение ЕРПП должно решить эти проблемы, считают эксперты. Вот этот институт ЕРПП Единого реестра преступлений и проступков даст именно ответ на этот вопрос. Там будут использованы все результаты решения суда первой инстанции и следственного суде. Законно ли или необоснованно ли решение данного суда. Главе государства в целом была представлена информация о текущем состоянии и наиболее проблемных аспектах в реализации судебно-правовой реформы. Сорунбай Джейнбеков подчеркнул, что руководители задействованных государственных органов обязаны реализовать все ранее запланированные мероприятия. Мы знаем, что в Кыргызстане судебную реформу проводится и по процессу цифровизации. Это очень важно. Почему? Потому что такие понятия, как транспарентность, открытие судебных процессов, фото, видеофиксация. И любой гражданин Кыргызстана может, когда он заходит на сайты Верховного суда, местных судов, он в цифровом варианте может увидеть, на какой стадии находится его дело, как оно движется, какой статус имеет. То есть это может быть связано и с сайтами МВД и других органов. По итогам рабочего совещания главой государства была отмечена важность усиления взаимодействия между соответствующими структурами для оперативной и эффективной реализации мероприятий в рамках судебно-правовой реформы. Результаты всех поручений будут подведены на заседании Совета по судебной реформе в сентябре 2020 года.